Россия не меняла свою политику на Украине, указы об отставке Суркова нет, так Кремле прокомментировали сообщение о том, что помощник президента покинул госслужбу из-за смены курса на украинском направлении. В ближайший месяц Сурков займется медитацией. Неужели в ходе новой кадровой ротации ему не нашлось места? Нас поставили раком по углеводородам и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. Александр Лукашенко позволил себе новые яркие заявления, комментируя проблемы с поставками российской нефтегаза. Кому была адресована эта тирада? Троян для смартфона. Обнаруженный новый вид вируса андроид к сине почти невозможно удалить полностью. Что с его помощью могут делать злоумышленники и какие телефоны в группе риска? Подробности в ближайшем эфире Бизнес.ФМ. Владислав Сурков покидает пост помощника президента. Кремль пока не подтверждает. Зато с уверенностью об этом заявляет близкий к Суркову политолог Алексей Чесноков. Ранее Сурков отвечал в российской внешней политике за Украину. Теперь эта роль, вероятно, перейдет замглавы президентской администрации Дмитрию Казаку. Ждать ли в таком случае смены курса в украинском направлении? Алексей Доронин продолжит. Политолог Алексей Чесноков подчеркивает, что речь идет не просто об отставке, а об уходе Суркова с госслужбы. Якобы теперь Владислав Юрьевич будет заниматься главным образом медитацией. По крайней мере в ближайший месяц, отмечал политолог. Если это так, то это повод говорить о смене эпох. В большой политике Сурков провел более 20 лет. Причем на каждой из должностей имел статус сверх влиятельной и крайне независимой фигуры. Это можно сказать как о периоде конца нулевых, начала десятых, когда Сурков курировал внутреннюю политику, так и о последних семи годах его карьеры, когда он занялся Украиной. Считалось, что именно Сурков отвечал за проект ДНР и ЛНР. Как заявили в Кремле, смены курса в отношении Украины не будет. Однако тональность явно меняется, рассуждает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Эксперты говорят о том, что проекты Суркова по Украине не оправдали себя. То же самое говорят, кстати, и о республиках Абхазия и Южная Осетия. В то же время Сурков не был в этих проектах настолько самостоятельен в том плане, что реализовывал личные какие-то свои идеи. Наверное, это такая, ну как минимум жирная запятая, начинается новый этап. Сам ушел или все-таки это решение президента, я думаю, это не имеет большого значения. Он, наверное, бы не вписался, потому что сменились люди и подходы изменились. Меньше творчества, больше практицизма. Слав Юрьевич очень творческий человек. И его политика была творческой политикой. А сейчас идеология прагматизма берет верх. Источники Бизнес.ФМ отмечают, предполагалось, что Сурков покинет свой пост сразу после выборов на Украине. Однако с приходом Зеленского ситуация сгладилась, но ненадолго. Принципиальными оставались противоречия вокруг непризнанных республик. Причем противоречия эти были уже в самой Москве. Трения у Суркова возникали именно с Дмитрием Казаком, который, хотя и отвечал за экономические вопросы, связанные с Донбассом, но шел в разрез с Сурковской линией. Говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрия Казака знают как жесткого переговорщика и прагматика. При этом политика, у которого уже есть опыт именно политического участия в делах бывших союзных республик. В частности, приход к власти в Молдавии президента Игоря Дадона произошел не без участия Казака. Была у политика попытка объединить Молдавию и Приднестровье, но не получилось. Теперь задача разморозить диалог Киева и Москвы. На Украине надеются как минимум на смену риторики, отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Поменяется ли российский курс отношения Украины? Скорее всего, нет. Но перезагрузка с переговорной стороны, со стороны России, в принципе, может способствовать поиску новых сценариев разрешения Киева, новых вариантов договоренности, в рамках низков, не в рамках низков. Другого, менее, скажем так, политизированного и менее эмоционального подхода к завершению этой ситуации. Ряд экспертов отмечает, что одним из сценариев, приемлемых для Кремля, была бы реинтеграция непризнанных республик в составе Украины. Однако пока тема минских договоренностей не обещает прорывов. И все, до чего пока удается договориться Москве и Киеву, это регулярный обмен пленными. Алексей Доронин, Бизнес.ФМ Официального приказа об отставке Владислава Суркова пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно о том, что помощник главы государства уходит со службы и займется медитацией. Об этом сообщил политолог Алексей Чесноков. По его словам, решение было принято Сурковым из-за смены курса на украинском направлении. Владислав Сурков последние годы курировал именно политику в отношении Украины. Сменится ли она с возможным уходом Суркова? Обсудим с политологом Владимиром Роговым. Он на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте. Напомните, пожалуйста, чем в последнее время занимался господин Сурков? Его успехи, поражения. Что бы вы отметили в первую очередь? Ну, вы знаете, может быть, не с моего пригорода судить о его успехах и поражениях. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что зона его ответственности была территория народных республик, территория Украины и частично признанных Кавказских республик, Южная Осетия и Абхазия. Мы видим, что, мягко говоря, на всех этих направлениях проблем становилось все больше. Достаточно вспомнить противостояние в Абхазии, не совсем ровные выборы, мягко говоря, продавливание прежнего и почти нынешнего президента, затем народное восстание, в конце концов его уход в отставку. А с другой стороны, мы видим, что и с Украиной все происходит очень вязко, непонятно. Один шаг вперед, два шага назад. То есть, общество устало. Первое лицо, как я понимаю, наш президент и верховный главнокомандующий ждет результатов. Их, к сожалению, в последние годы не было. То есть, именно положительно. Тем не менее, с появлением на этой поляне зоны ответственности того же Дмитрия Козака, мы увидели решение некоторых вопросов. Начиная с обмена пленными и заканчивая частичным решением газового вопроса. Частичным, потому что мы видим, что этот вопрос еще в процессе. Владимир, вот у нас минута примерно. Политон Кайксей Чесноков сказал, что решение принято Сурковым якобы из-за смены курса на украинском направлении. О какой смене курса, с вашей точки зрения, может идти речь? Я не вижу никакой смены курса. Об этом говорит и помощник президента, непосредственно, Дмитрий Песков, что все по-прежнему. Люди получают паспорта, помощь народным республикам есть. Никто Донбасс скрывать не планирует. А Владислава Юрьевича я бы посоветовал, если он, конечно, прислушивается к моему совету, заниматься не медитацией, как Киллари Клинтон после поражения в президентских выборах, а сходить, например, в монастырь православному человеку, пообщаться с духовенством, помолиться, это более близко русскому человеку, чем какая-то модная медитация. Спасибо, Владимир. На прямой связи со студией был политолог Владимир Рогов. Предполагается, что украинское направление теперь будет курировать бывший вице-премьер Дмитрий Казак. Такое мнение высказал, например, главный редактор Эх Москвы Алексей Венедиктов. 24 января Казака назначили замом руководителя администрации президента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...